Белорусская армия И представил подробный анализ предпосылок событий в Украине и вокруг нее. Особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами наглым враньем предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета Безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство. Не скрою войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов. Может даже тех фактов, о которых обычно не говорят. Но ситуация вынуждает меня это сделать. Для начала вернемся к истокам этого серьезного европейского конфликта. Дай Бог, чтобы не перерос международный, планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в историю вооруженную фазу. В острую вооруженную фазу. Но что этому пришествовало? На международном уровне абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов с трудом достигнутых после распада Советского Союза, полное игнорирование Западом, деградация и обесценивание международных договоров, соглашений, привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе. На уровне внутриполитическом стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения нашей культуры, русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживающих, проживания этнических русских. Это в Украине. Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотелось ли это видеть большинство украинского населения? Конечно же, нет. Но Майдан сделал свое дело. При поддержке внешних сил был осуществлен государственный переворот. Это признано было даже на Западе. Пролилась кровь. В Донбассе началась война. Вздрогнула вся Европа. Александр Лукашенко напомнил о миротворческой роли Беларуси и минских договоренностях, которые остановили кровопролитие, однако, как оказалось, не навсегда. Беларусь никакое участие в боевых действиях в Украине не принимает и не собирается этого делать, особо подчеркнул Александр Лукашенко. Мы лишь своими силами прикрываем государственную границу от Бреста до Мозыря, чтобы не допустить проникновения в страну радикалов и оружия. Кроме того, по словам президента, приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить удара в спину российским войскам. Президент Беларуси с осторожным оптимизмом оценил результаты российско-украинских переговоров на Припяти. Переговорщики сделали даже больше, чем было возможно. И главное, договорились продолжить диалог. Подробности совещания президента Советом Безопасности и руководством СовМИНа в следующих выпусках наших новостей. Ну а следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться уже на этой неделе и снова на белорусской территории. Это один из итогов припятских переговоров. За закрытыми дверями пять часов диригации России и Украины обсуждали сложившуюся ситуацию. Организатором и, что самое главное, инициатором встречи выступила Беларусь. Это первые переговоры сторон за восемь лет конфликта на Донбассе. После встречи делегации отправились в свои столицы для согласования ключевых позиций. Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения стали уже, получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в столицы свои. Мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующие договоры у нас. Напомню, Украина едва не отказалась от встречи. Вмешался Александр Лукашенко. Были проведены телефонные переговоры с Деленским, затем с Кремлем. Если понадобится, Беларусь готова подключиться к переговорному процессу двух столиц. Президент Беларуси с самого начала следил за этим процессом и интересовался ходом процесса. И, конечно же, все белорусы заинтересованы в том, чтобы был конкретный результат. Белорусская сторона не уходит от ответственности, как пытаются говорить некоторые источники. Мы готовы ввести свой вклад в разрешение от лица. И готовы, если это будет приемлемо, и если об этом попросят, готовы участвовать в соответствующем процессе для того, чтобы достигнуть позитивный результат. О месте и времени предстоящего раунда переговоров пока не сообщается. Известно, что встреча состоится на белорусско-польской границе. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении 29 населенных пунктов. Обстановка в соседней стране по-прежнему напряженная. Из последних сообщений украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей специальной мониторинговой эмиссии ОБСЕ. Пока о судьбе ничего не известно. Это утро началось для жителей Харькова с мощного взрыва возле областной администрации. По предварительным данным, был нанесен авиаудар. Речь идет об очередной провокации нацистских боевиков. В пригороде видны последствия ночных ударов. Не прекращаются обстрелы Горловки. С 7 утра, по данным местных властей, ранено 16 человек. В свою очередь, местные жители просят покинуть украинских солдат свои города. А это уже кадры российской военной спецоперации в Херсоне. Там войска начинают зачистку города, следом за пехотой, которая входит первой. Чтобы обеспечить безопасность механизированной колонии, появляется техника. Украинские власти просят Запад увеличить поставки оружия, противотанковых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов. Спецоперация только уже информационно разворачивается в интернете. В сети все сложнее отделить правду от фейков. Точечная информационная атака направлена на разжигание вражды. На этих кадрах, благодаря нехитрой манипуляции, свою технику Украина превращает во вражескую. Как оказалось, эти видеоролики были опубликованы еще в 2014-м. С каждым днем все больше украинских военных. Не хочет принимать участие в убийстве мирных жителей и предпочитает сложить оружие. Военным ВСУ, которые отказались воевать, показали «Аллею ангелов» в Донецке. Это мемориал, установленный в память о детях, погибших за 8 лет, нескончаемых обстрелов и бомбежек Донбасса. С сегодняшнего дня власти Украины ввели безвизовый режим для иностранных граждан, которые едут воевать по всей стране хаос и убийство мирных жителей из-за бесконтрольной раздачи оружия всем желающим. Свобода слова по-европейски. Компания Google решила заблокировать каналы YouTube, связанные с телеканалом Russia Today и информационным агентством «Спутник» из-за ситуации в Украине. Отмечается, что системам потребуется некоторое время, чтобы полностью обеспечить блокировку. Несколько дней назад YouTube заблокировал RT и ряду других российских каналов возможность получать прибыль на просмотрах видеороликов. Такой же шаг предприняла администрация компании Facebook. В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов, таких российских средств массовой информации, как РБК «Звезда» и «Спутник». В Медсирии назвали президента Зеленского пешкой, которую Запад использует в своих стратегических интересах. По мнению официального Дамаска, Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа. Дипломаты утверждают, что США разрабатывали план по блокировке «Северного потока» и «Северного потока-2» задолго до начала российской операции в Украине. Также в Сирии заявили, что страны Запада сознательно вооружают украинских нацистов и не побрезгуют «вооружит и черта, если он будет воевать против России». К событиям в Беларуси с этого дня в стране повышаются все виды трудовых пенсий. В среднем, по данным Минтруда и соцзащиты, рост составит 7%. Дополнительно в месяц на эти выплаты будет выделяться 75 миллионов рублей. В целом на пенсии в этом году в бюджет заложено 16 миллиардов. К сожалению, подрастут потребительские кредиты. С марта ставка рефинансирования повышается до 12% годовых. Решение принято на фоне непростой геополитической ситуации в антироссийских санкциях. В зависимости от внешних изменений, меняться будет и политика Нацбанка по обеспечению финансовой и ценовой стабильности. А далее кадры массового убийства в Мексике. Вооруженные преступники расстреляли людей на похоронах. Нападение произошло на западе страны. По предварительным данным, жертвами стали 17 человек. Сейчас ведется поиск подозреваемых. Сообщается, что в муниципалитете, где была устроена стрельба, орудуют сразу три наркокартеля. Природная катастрофа на востоке Австралии. В результате наводнения погибли 10 человек. Еще несколько числятся пропавшими без вести. Из-за сильных ливней пострадали более двух десятков населенных пунктов. Под водой свыше 18 тысяч домов. Разрушены дороги. Школы закрыты. В центрах эвакуации находятся более полутора тысяч жителей. По данным властей, на восточном и северо-восточном побережьях выпала порядка 80% годовой нормы осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди сохранятся. Редактор субтитров А.Семкин